В этом видео мы поведаем вам наш взгляд на то, кто же победит в противостоянии Сардаукара, воина Салуса Секундус и Дитя Бури, отпрыска Милитарум Темпестус. Продолжение следует... Легионы используются, когда нужно поставить на свое место один из великих домов или же подавить бунт. Тогда они в больших количествах прибывают на нужную планету и своей жестокостью подавляют всякую волю к сопротивлению. И дело даже не в том, что они воюют лучше других армий. Дело в том, как они это делают. Сардаукар всем своим видом показывают презрение к противнику. Залегать под вражеским огнем для них позор и оскорбление чести мундира. Они без страха сходятся в рукопашной с превосходящими силами и все время они абсолютно уверены в своем превосходстве. А что наиболее важно, их противники знают об этом. Таким образом, они деморализуют врага, а если и нет, то закрепляют в голове мысль о том, что они сражаются с кем-то, кто намного сильнее их самих. Именно в этом и заключается основная сила Сардаукар и то, что отличает их от армии великих домов. Отпрыски Тимпест уже действуют совершенно иначе. Как уже говорилось выше, они лишь часть армии. На поле боя они проникают небольшими группами, имея конкретные задачи. В бою они полагаются на скорость, агрессию и элемент неожиданности, а также на свое техническое превосходство. Но в отличие от Сардаукар, Отпрыски не в состоянии выиграть войну сами. И дело даже не в том, что обычно на театре военных действий их слишком мало для этого, а в том, что они организованы совершенно иначе, имея гибкий состав, похожий на конструкторы, из которого собирается именно то подразделение, которое нужно для выполнения конкретной задачи. Там, где Сардаукар будут утверждать свое превосходство прямым боем, Отпрыски зайдут во фланг. Там, где Сардаукар будут подавлять врага своим бесстрашием, Отпрыски ударят по тылам, лишив противника логистической цепи и руководства. Там, где Сардаукар будут действовать широким фронтом, Отпрыски создадут локальное численное и качественное преимущество и выступят наконечником копья, ведя за собой остальные имперские армии. Уже эта разница в идеологии применения делает Сардаукар и Отпрысков сложными для сравнения, пусть они и являются самыми близкими аналогами друг друга. Всегда стоит понимать, что какое-то преимущество для одних другими может расцениваться как недостаток, ведь эти армии для выполнения своих ролей должны обладать разными, а местами и противоположными характеристиками. Если рассматривать сражения этих двух подразделений, то здесь может быть лишь две ситуации. Первое – это когда инициативу у Отпрысков, и они, имея некое преимущество, позиционное, численное, лучшую осведомлённость или иное другое, атакуют Сардаукар. В этом случае у воинов-падишах Императора шансов немного, ведь это будет хорошо организованный и спланированный бой, или же вовсе засада. Вторая ситуация – это когда Сардаукар перехватили инициативу, отрезав Отпрысков от поддерживающих их частей Имперской Гвардии, разгадав их тактический манёвр или просто подавив их превосходящей огневой мощью. В таком случае Отпрыски пусть и будут сражаться как загнанные львы, но шансов на победу у них будет немного, ведь их преимущество в подвижности, скорости и незаметности полностью исчезло, а поддержка больших пушек недоступна. Таким образом, каждое из подразделений обладает преимуществом действия в своей стихии, в том виде боя, для которого оно и создавалось. Это сложно назвать слабостью, но давайте от большего перейдём к малому и рассмотрим каждого бойца по отдельности. О снаряжении Сардаукар известно мало, и в целом оно не отличается от того, что используют армии великих домов. Основное дистанционное оружие вселенной Дюны – Лазганы. Это очень мощное лазерное оружие, без труда разрезающее на части бронетехнику. Это очевидный плюс, ведь в нашем случае это пусть и избыточно для борьбы с отпрысками, но добавляет гибкости. Вторым важным оружием являются их ножи, как вполне традиционные, так и лазерные резаки, обладающие такой же эффективностью, как и Лазганы. Ввиду особенностей вселенной, ближний бой для Сардаукар основной, а потому все они являются в нём мастерами. Некоторые Сардаукар совершенно не носят нательной брони, но такая в целом у них существует. Она обеспечивает некоторый уровень баллистической защиты, оберегая от осколков и огнестрельного оружия. Ведь во вселенной Дюны всё же случаются ситуации, когда использовать защитные поля просто невозможно. И, собственно, сам щит. Его способ работы уникален, ведь он мало того, что совершенно неуязвим для кинетического оружия, так ещё и детонирует в случае воздействия энергетического, впрочем, зачастую вместе с горе-стрелком. Единственная уязвимая щита заключается в том, что, будучи включённым на полную мощность, перестаёт пропускать даже воздух, и его носитель мгновенно задыхается. Ведь щит образует незащитный пузырь, а плотно прилегает к телу носителя. Поэтому он настроен так, чтобы пропускать движение воздуха, а значит и другие медленные объекты. Например, ножи. Именно из-за этого ближний бой во вселенной Дюны и является доминирующим, но также он имеет интересную особенность. Даже несмотря на то, что удар ножом всё равно медленнее пули, щит его заблокируют. Сквозь щит может пройти лишь очень медленный удар, что и породило весьма интересную школу фехтования, где защита быстрая, а атаки медленные и растянутые. Снаряжение отпрысков Тимпестус более детально, но здесь мы приведём только обязательный минимум. Как и Сардуукар, отпрыски вооружены лазерным оружием, пробивным лазганом. Оно слабее оружия легионеров, но тем не менее способно пробивать силовую броню Астартес, так что и баллистическая защита Сардуукар, вероятно, будет бессильна. Сложно представить, что будет со щитом Сардуукар, сдетонирует ли он в результате или же нет, неизвестно. Однако ясно то, что оружие Сардуукар сможет поражать отпрысков наверняка, а те таким преимуществом обладать не будут. Точно так же, как у Сардуукар, отпрыски используют холодное оружие, но в отличие от них же, оно выполняет исключительно вспомогательные функции, являясь оружием последнего шанса. Рядовые отпрыски вооружены обычными боевыми ножами или полумечами. Офицеры же несут как цепное оружие, так и силовое. Опять же, сложно сказать, что будет в случае удара силовым клинком по щиту. Вероятны два варианта. Либо детонация, либо пробитие. Ведь огромная энергия все же способна пройти сквозь щит, а имперское силовое оружие – это и есть чистая энергия. Панцирные доспехи отпрысков так же блекнут на фоне защитных полей Сардуукар. Они легко пробиваются из лазганов легионеров, равно как и лазерными резаками. Но вот против обычных ножей доспех должен обеспечивать отменную защиту. Таким образом, мы видим, что в случае прямого столкновения у отпрысков почти нет шансов. На дистанции их просто перестреляют, а в ближнем бою перережут, ведь это родная стихия Сардуукар. Но это не совсем так. Мы уже много говорили о высокой мотивированности Сардуукар, о том, что они сражаются ради укрепления собственного превосходства. Но для отпрыска война – это служение. Если выстрел из пробивного лазгана будет вызывать лазерно-щитовой взрыв, видит император, сыны Тимпестус, отучит Сардуукар пользоваться щитами, ведь погибнуть, сражаясь за императора, это высшая награда для выпускника с Холл и Прогениум. Что уж говорить о смерти в ядерном взрыве, уничтожившем многие десятки врагов. Именно готовность к самопожертвованию ради общего блага и помогла Фрименам Арракиса победить армию, казалось бы, на голову, превосходящую их во всём. Оставшись без защитных щитов, преимущество Сардуукар уже не будет столь значительным. Но в случае, если лазерно-щитовой взрыв не произойдёт, отпрыскам придётся переходить в ближний бой. Всё будет зависеть от конкретной ситуации. Где-то шансов сблизиться с противником будет больше, где-то меньше. Но следует понимать, что не только отпрыски будут стремиться сократить дистанцию, но и для самих Сардуукар рукопашное – это лучший способ демонстрации силы и превосходства. Здесь сложно проводить сравнение. Сойдясь лицом к лицу, что Сардуукар, что отпрыски Тимпестус будут сражаться без страха и сомнения. Преимущество в мастерстве ближнего боя легионеров будет нивелироваться их же собственным мастерством. Как уже говорилось прежде, Сардуукар использует особую технику боя, рассчитанную на преодоление щитов, а потому их удары наносятся очень медленно, так что отпрыск будет иметь возможность их отклонить. Не следует забывать и о том, что в Схоле Прогениум, помимо прочего, тоже обучают ближнему бою, пусть и не уделяют ему столько внимания, как у Сардуукар. Наличие доспеха должно дать отпрыскам достаточно времени, чтобы научиться самим наносить медленные удары, так что в ближнем бою их шансы можно описать как равные. Но и это не всё. Снаряжение отпрысков многогранно и крайне утилитарно. Оно даёт воинам бога императора такие характеристики, о которых Сардуукар могут только мечтать. Например, их панцирь позволяет отпрыскам сражаться в открытом космосе и даже падать на планету с орбиты, разумеется, используя гравишуты для торможения. Также они могут не только выживать, но и сражаться в практически любой среде, хоть в кислотных болотах, хоть в сердце, объятого пламенем мира ульям. Они обладают великолепной системой передачи данных, которая позволяет командиру не только взглянуть на поле боя глазами любого бойца, но и узнать его психофизическое состояние. Также и сам отпрыск имеет возможность получать данные разведки и прямые приказы. Не стоит также игнорировать тот факт, что действия отпрыска всегда поддерживаются группой управления, которые находятся за линией фронта. И, наконец, с иным милитаром Тимпестус практически всегда плотно взаимодействуют с остальными армиями Империума. Если у них не хватает своей огневой мощи, они могут навести на противника огонь артиллерии гвардии или же вовсе вызвать орбитальную бомбардировку боевого флота. Их действия могут прикрывать валькирии, танковые эскадроны или же бесчисленные волны гвардейцев. Однако Сардаукар, несмотря на заметный дефицит специального снаряжения, всё равно не будут беззащитными мальчиками для битья. Ведь на их стороне будет главная особенность вселенной Дюны – хитрость. Военные доктрины Сардаукар создаются под надзором ментатов, людей, умственные способности которых превосходят даже навыки Бен и Гессерит, что позволяет им создавать планы внутри планов, учитывая сильные и слабые стороны всех участников конфликта. И пусть у них нет возможности руководить боем так же, как это могут делать Тимпестер и Прайм, ментаты, в свою очередь, могут создать детальный план боя, учитывающий великое множество переменных, как во вселенной Вархаммера, это делают жрецы Марса. Таким образом, мы приходим к пониманию того, что у каждой стороны есть свои неоспоримые преимущества, и всё не сводится к тому, кто кого сможет застрелить. Война – это сложный процесс, и на определённых её этапах нужны как солдаты вроде Сардаукар, так и специальные подразделения вроде Отпрысков Тимпестус. Невозможно сказать, кто же из них лучше, ведь они исполняют разные роли. Можно лишь заключить, что как и в рамках своих вселенных, так и в целом, обе эти армии являются исключительными во всех отношениях, превосходящими многое, что вообще возможно вообразить. Так что итог будет коротким. Они достойны противостоять друг другу, и если они встретятся на поле боя, это будет для них одна из самых сложных схваток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мрачной тьме далёкого будущего есть только война.